Здравствуйте, уважаемые зрители канала Политсигнал, слушатели, а также просто любопытные, случайно сюда заглянувшие. Еще раз хочу поздравить вас с нашими самыми любимыми праздниками, наступившим Новым Годом, Рождеством и наступающим Старым Новым Годом. Ура! Такая вот у нас традиция праздновать все. Главное, чтобы был повод. И хватило веселья. А его хватает на столько, сколько денег в кармане. А если в кармане остались только пачка сигарет, то это уже повод начать работать. И так, хотя я лично не курю, но мы уже приступили к работе. И начали делать отчеты по событиям, которые происходили в 2019 году и освещались на канале Политсигнал. Несколько дней назад я уже опубликовал ролик с моими размышлениями по поводу трех сестер Хачатурян, которые убили своего отца. Дело очень сложное. Идет суд. И что он решит, до сих пор непонятно. Второе громкое дело, которое мы публиковали на канале, это происшествие в Уфе, когда три полицейских якобы в состоянии сильного опьянения и дикого желания секса, в кавычках, изнасиловали их же сотрудницу, дознавательницу в особо извращенной форме, причем в тесном туалете и сразу втроем. По поводу этого известный журналист Владимир Соловьев, не разобравшись, позволил себе резкие выпады против полицейских чинов, что за такие преступления их следует повесить за гениталии. Это насильники из МВД Уфы. Павел Яромчук, Салават Галиев, Эдуард Матвеев. И я вам задаю вопрос. Если есть в Уфе пострадавшие еще от этих граждан, вот их фотография, Анна Борисовна, видишь, вот они. Если есть в Уфе пострадавшие от деятельности этих граждан, не бойтесь написать на них заявление. Должны знать все. И это дело нельзя спускать на тормоза. Даже за сам факт распития в помещении, и вот за это все, их уже надо гнать и без пенсии. За факт изнасилования, я считаю, их надо кастрировать и вешать. Или повесить за гениталии. Пусть повисят пару часов. Пока кровь от гениталий не прильет вновь к голове. Может, она поймут, каким местом думают. Слава богу, нашлась другой журналист Ульяна Скойбина, которая без эмоций смогла расковырять эту совершенно грязную и запутанную историю и опубликовать факты. Факты? Что было на самом деле, а не тот харазмент, о котором якобы пострадавшая говорила. Но похоже, что суд встал на точку зрения харазмента, которого не было и вынес очень большие сроки полицейским начальникам. Итак, читаем последнюю публикацию по этой теме из газеты «Комсомольская правда». Итак, читаем публикацию от 31 декабря 2019 года, публикованную в «Комсомольской правде». Обозреватель Ульяна Скойбина. Защитник осужденного за изнасилование уфимской дознавательницы Эдуарда Матвеева, дочь вице-премьера Башкирии, жаловалась врачам не на половой акт, а на геморрой. Спецкорг КП Ульяна Скойбина узнает подробности скандального процесса в городе Уфа. Суд признал виновными троих экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы. В Уфе на этой неделе осудили трех бывших начальников полиции, которые, по версии следствия, затащили в служебный туалет и изнасиловали там дознавательницу Гульнар Сагитову. Фамилия и имя изменены. Дочь бывшего начальника местной Росгвардии Ирека Сагитова, ныне вице-премьера Башкирии. Групповой половой акт, согласно приквару, происходил естественным и неестественным способом, вернее, несколькими неестественными. Бывший начальник Уфимского РОВД Эдуард Матвеев получил за измывательство над подчиненной 7 лет лишения свободы. Бывший начальник Кармоскалинского РОВД Салават Галеев тоже 7 лет общего режима. Бывший начальник отдела миграции Уфимского РОВД Павел Яромчук 6 лет лагерей. Как же так, дорогая редакция? Ведь ровно год назад мы напечатали материал, в котором смеялись над обвинением. Рассказывали, что Гульнар сама вешалась на начальников, есть свидетели, но не могла предъявить ни следов полового акта, разрывов, порывов, ни биологии, то есть спермы обвиняемых. Фото, подпись к фото, Гульнар сама вешалась на начальников, есть свидетели. А вот и видео. У комсомолки появилось видео, доказывающее алиби Салавата Галиева. Полицейских с пеной у рта защищали любовницы, которые утверждали, что половой акт полицейские да, имели, но с ними, а не с самозванкой-дознавательницей. В мае офицеров освободили из СИЗО и перевели под домашний арест, дав обществу четкий сигнал. Комсомолка права, мужики невиновны, виновных у нас из СИЗО не выпускает, если они, конечно, не подруги бывшего министра обороны Сердюкова. И вдруг, реальные сроки, шок, что же случилось? Следствие смогло установить факты, которые обвиняемые скрывали? Доказательства все-таки изначально были? Увы, КП не смогла встретиться с дознавательницей. Я приезжала к ней, Ульяна Скойбеда пишет, Я приезжала к ней в подъезд и сидела под дверью, но так и не смогла уговорить хоть что-то объяснить про ту злополучную ночь. Фото. Подпись к фото. Павла Ермчука приговорили к шести годам заключения. Читаем дальше. Нормально все будет, неожиданно успокоил защитник Эдуарда Матвеева. Мужчина попросил не публиковать его имя. Никаких доказательств в деле нет. Судья это знает и видит. Давал показания эксперт, которая осматривала потерпевшую, заявила, следы изнасилования отсутствуют. Давала показания врач поликлиники МВД, к которой Гульнар пришла после попойки до того, как заявить на офицеров. Этот врач говорит, речь на приеме шла не о половом акте, а о наличии геморроя. Попу пациентка показывала об изнасиловании и речи не было. Судья Идиатуллин, видимо, имеет совесть, поэтому решил не лишать подсудимых свободы. Он написал в приговоре. Меру пресечения оставить без изменения до вступления решения в законную силу. То есть оставил мужиков под домашним арестом дома и решать их судьбу будут совсем другие люди, республиканский суд и верховный. Поверьте опыту, если бы он видел в деле хоть что-то, вкатил бы по максимуму, по 10 лет строгого режима к каждому. Вы поймите, она дочь вице-премьера. Ноготочие. Вот сама дочь вице-премьера. Гульнас написала заявление, когда ей объявили об увольнении. Вот выписка из журнала регистрации. Сообщение Кировского РОВД. Вверху. Острой гинекологической патологии не выявлено. Да, такие случаи в моей практике были. Судьи, не согласные с обвинением, не оправдывали подсудимых. Сделать это значит пойти против системы. Но выражали следствию свою фея. Присуждая мнимому бандиту 10 лет условно или назначая за, казалось бы, тяжкое преступление наказание ниже низшего предела. Такая демонстрация протеста. Сигнал. Я не могу судить по совести, но мнение имею. Видео на канале Комсульская правда. Изнасилование в полиции. Трое высокопоставленных полицейских изнасилований 20 лет. Одни сочувствуют девушке, а другие припоминают ей старые секс-скандалы. Следует добавить, что из другой публикации следует, что потерпевшая в этом громком деле экс-дознавательница Гузель Сагитова получит в качестве компенсации морального вреда 3 миллиона рублей. Их взыщут солидарно с каждого из ее бывших коллег. Защита экс-полицейских будет обжаловать это решение в Верховном суде Башкирии. Вот такие вот пироги с котятами. Думаю, что точку в этой истории ставить рано. Будем следить за ситуацией. Подписывайтесь на канал, подключайте колокольчик. А у кого есть желание и возможности материально поддержать канал, сообщаем номер счета в Сбербанке. Будем вам очень благодарны. Спасибо за просмотр. За факт изнасилования, я считаю, их надо кастрировать и вешать. Или повесить за гениталии. Пусть повисят пару часов. Пока кровь от гениталий не прильет вновь к голове. Может, она поймут, каким местом думают.